Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в прямом эфире традиционно в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! — Мы ждем ваших звонков. Телефон в студии 202-11-22. Он появляется на ваших телеэкранах в течение эфира. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Вы можете присоединиться к нашему разговору или предложить свою какую-то тему для обсуждения. — Да, все верно. Мы пробуем продолжать разговаривать, понимая, что мы в таком публичном пространстве. Обсуждаем какие-то темы, которые, возможно, люди обычно обсуждают в интимных пространствах, в каких-то ограниченных на кухнях, тет-а-тет, в курилках где-то еще. Либо не обсуждают, считая, что они не очень достойны внимания. В мире есть намного больше проблем, где заработать деньги, куда дети должны поступить, учиться, как ходить, где найти работу, ну и так далее, и так далее. Время-то непростое, да. Вот. И разговор о психологии, о психотерапии, о том, как люди живут, да, тут такой он своеобразный. Но я тоже жду с нетерпением каким-то, да, и с предвкушением звонков, интересных разговоров, они у нас уже здесь были. Так что, да. Мы обычно протягиваем ниточку с прошлой передачи в нынешнюю. Мы говорили о негативизме, о сопротивлении, используя вот эти жаргоны такие профессиональные. Будем ли мы сегодня пояснять, что означают эти слова, или какой-то у вас есть отклик после прошлой передачи? Я думаю, что однозначно, Елена, нужно пояснять слова, потому что очень часто нас заслуженно критикуют, нас, я имею в виду, специалистов, за то, что мы говорим на птичьем языке своем каком-то. Вот какие-то словечки такие, да. Это, конечно, абсолютно вызывает, ну, отталкивание какое-то, да, чего сказал. Может быть, стоит напомнить нашим телезрителям, кто присоединился к нам только сегодня, тема была о детях, которые ничего не хотят. Даже если с вечера с ними договариваются с утра, будешь ли ты есть то или иное блюдо на завтрак, утром они встают и говорят, нет, это я не буду, в школу я не пойду, это я не одену, это я не хочу. Ну, да, наша тема вырулила в то, что дети ничего не хотят. Вообще, мне кажется, интересный момент, что ведь в чем родительское беспокойство еще? Дети в какой-то степени, ну, если можно так сказать, машины хотения, вот буквально биологические такие машины, они не обременены еще какими-то взрослыми всякими условностями и так далее. И вот в чистом виде машины по удовлетворению собственных удовольствий, да, машины по хотению, я хочу вот это. И по производству собственных удовольствий. Да, и по производству собственных удовольствий. И когда эта машина стопорится, когда эта машина ломается или когда эта машина перестает хотеть то, что ей, ну, слово машины хотение, вот такой машинизированный язык, это тоже не мой язык, но сейчас достаточно распространенный, да, вот в наше техническое время машинерии определенной. Вот, и тут, конечно, возникает вопрос, ничего они не хотят или они хотят чего-то, они, мы, да, наши дети, дети внутри нас, я так сейчас, может быть, абстрактно. Ничего не хотят или не хотят того, что предлагается, не хотят того, что, ну, является обязательным, там, ходить в школу, ходить в садик, читать книжки, получать пятерки или звездочки какие-то, да. Мыть руки перед едой, есть обязательно суп перед конфетой, они никак не в противоположном направлении, да, слушаться маму с папой, ну, вот какие-то такие вещи. Стихотворение рассказывать наизусть, да, что-то, что-то то ли с ними, они какие-то поломаны, вот, поломаны и хочется их как будто вернуть. Причем тут интересный, я думаю, вопрос, не хотят или не делают? То есть это же, можно так, мне не важно, хочешь ты или не хочешь, вот, ну, там, есть что-то, да, главное, сделай. Вот какой-то такой, может быть, к этому, такой воспитательный процесс. Да, мы об этом говорили, и не знаю, насколько удачно мы пометили это словом негативизм, от слова негативный, да, то есть отрицательное отношение какое-то или от слова сопротивление. Слово отрицающее отношение больше. Да, или слово сопротивление, то есть в этом явно есть какое-то противоборство пассивное такое, да, явно какое-то торможение процесса. И у бабушки, которая звонила в прошлый раз, был вопрос, что с этим делать, как заставить, может быть. Ну, обычный рецепт, это я так протягиваю ниточку, или часто работающий, это присоединиться к этой силе, посмотреть, куда она направлена. Вот в прошлый раз мы как-то, наверное, пытались это сделать. Стоит ли детям возраста третьего-четвертого класса, как было заявлено в нашей истории, говорить взрослым о своих переживаниях? То есть, когда взрослые говорят о своих переживаниях, я переживаю, что ты себя так ведешь, я не знаю, что делать, или, ну, не знаю, присоединять ребенка к решению этих проблем? Ну, я думаю, вообще с детьми стоит говорить, вот. Хотя тут интересный такой момент с речью происходит, я далеко не буду распространяться. Речь, разговор в том виде, как мы его знаем, кажется, тоже как-то уходит, что ли, в прошлое. Он становится, нынешний разговор, очень прагматичным. Привет, пока сокращаются слова, сокращаются буквы, не очень важна расстановка знаков припинания. Ну, то есть, все это, да, ну, такая сетевая переписка. Может быть, мессенджеры на это повлияли, ограниченное количество знаков. Мы друг другу ограниченное количество, прагматическое количество знаков, да. Вот, определенное количество слов сообщаем. То есть, за этим есть информационный компонент. Вот, вот, вернуть к этому, к этим разговорам какой-то вкус определенный или привить, да. Зачем дети, может быть, думают, зачем много слов произносить? Зачем эти дяди и тети, мама и папа произносят много слов, когда можно это коротко, да. Мама заглядывает или папа в комнату к ребенку и говорит, как дела в школе? Он говорит, нормально, вот. Ну, поголовная такая ситуация. Причем в разных абсолютно семьях вот я слышу, да. И вот что это нормально? Мой ребенок не хочет со мной разговаривать. Родители бьют тревогу. Я бью тревогу, да. Почему мой сын мне так отвечает? Вот, нужно обязательно остаться или поговорить, или удовлетворившись этим словом нормально выходить. В общем, больше вопросов, чем ответов. Есть ли тут правильное поведение родительское? Или желаемое? Ну, я думаю, что ничего нового я в этом плане не скажу, кроме как, может быть, напомню, что наши зрители и так знают, и мы, наверное, с вами знаем. Но детям всегда что-то интересно. Мне очень интересно, что им интересно сейчас. То есть, кроме компьютерных каких-то игр, кроме видеосюжетов, да, кроме каких-то ограниченных, может быть, как нам кажется, вещей, нам кажется, пространств. Но вот оказывается, что детям очень много чего интересно. Они во многих неожиданных местах для нас участвуют, и мы на это смотрим, да, и удивляемся. И в этом смысле, конечно, говорить об этом стоит, может быть, своим опытом делиться, может быть, участвовать вместе в каких-то мероприятиях, возглавлять, да. Если не получается остановить, то возглавить тогда. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, напоминаю, телефон в студии 202-11-22, у нас прямой эфир, звоните. Продолжая тему детско-родительских отношений. Ну, говорить априори нужно родителям с детьми. Вопрос как? И вы обозначили уже в нашей передаче, что коммуникация, она сейчас или сокращенная, или вообще мы не знаем, как принято в семье разговаривать. Хочу привести одну зарисовку и, может быть, пообсуждать. Родители обеспокоены тем, что дети смотрят сейчас в телефоне, на ютубе или там в социальных сетях разные ролики, и не всегда родители имеют доступ к этим материалам, ну, чтобы отследить, чем насыщается, чем наполняется их ребенок. Ну, особенно это в подростковом возрасте актуально, дети научились обходить родительские контроли и прочее. При этом родители обеспокоены тем, как бы эти ролики не повлияли на развитие личности ребенка. И как-то так случилось, что за последнюю неделю с нескольких сторон ко мне взрослые обратились к таким вопросам. Вот как быть, я хочу, чтобы мой ребенок, сын или дочь вырос хорошим человеком. Но когда я говорю об этом со своим ребенком, то я наталкиваюсь на обиду и на отчуждение со стороны ребенка. Потому что дети, если они могут выразить родителям свою позицию и говорят, что меня обижают твои слова, если не могут, то они молча обижаются и уходят, не объясняя своих чувств. Как родителям, стоит ли вообще говорить о своих переживаниях, о своем беспокойстве, что я хочу, чтобы ты вырос хорошим человеком, или не стоит? В вашем сюжете, Елена, я прям как-то загрузился, задумался, ну, больше, чем один вопрос, как минимум два. Один вопрос по поводу того, что дети что-то смотрят бесконтрольно. И это действительно для нас сейчас новая какая-то проблема. Ведь раньше такого доступа, ну, как бесконтрольно можно было прочитать книжку под, ну, совсем там какие-то старые, да. Сейчас из любого утюга, как говорится, можно эту информацию добыть. И нам, как обществу, видимо, придется еще новые какие-то способы вырабатывать, как быть с этим валом информации. Потому что явно одних только разграничений. Это хорошо, это плохо. Маркирований, ну, недостаточно, да, запретов. Учитывая то, что, то, что хорошо, и это во вторую часть вашего вопроса, стать хорошим человеком, это смотреть или потреблять хорошее, да. Ну, соответственно, если смотришь и слушаешь и потребляешь плохое, то становишься плохим человеком. Здесь, конечно, большой вопрос, что значит, что значит быть хорошим человеком? Как это для тех людей, которые вам говорили, вы спрашивали? Как это они поясняют свои слова? Ну, я не спрашивала у каждого, но, насколько я знаю из общения, в другие периоды нашей жизни больше всего родители, конечно, переживают, чтобы дети выросли, не пристрастились к наркотикам, чтобы они вели образ жизни, ну, социально одобряемый, можно так сказать. Два пункта. Ну, не присоединились к каким-то радикальным направлениям еще. Трудный очень для меня вопрос, ведь все так сейчас размыто. Я думаю, что семьи сейчас остаются такими ячейками ценностей, сохраняющимися. Если семьи друг с другом достаточно сильно разделяются, ну, в силу разных причин, политических, экономических, да, у нас много всяких каких-то разногласий, то внутри семьи, внутри ячеек, мне кажется, вот эта вот ценность и важность того, что происходит внутри семьи, внутри вот этого маленького социума для ребенка, да, то есть, ведь декларировать родители, родители могут все, что угодно, но поступать по-другому. Когда родители декларируют одно, ну, например, не обманывай, а сами обманывают, да, ну, в чем-то, не Юлии. Да, вот возвращаясь к нашей теме, если человек обманывает, он хороший человек или плохой человек? Стоит ли вообще его в какую-то из этих категорий помещать? Мне сейчас симпатична точка зрения, что обман, как коммуникативная речевая стратегия, это неотъемлемая стратегия нашей жизни. Да. Вопрос, когда, где и в связи с чем этим обманом пользуются. Идея о том, чтобы перестать обманывать, быть честным, быть правдивым, точнее, да, потому что честность – это немножко другое, вот. То есть, все время говорить правду, но это, может быть, про какой-то идеализм и, может быть, даже про насилие в какой-то степени. Я думаю, что люди вполне хорошо учатся драпировать истину, ну, или правду какую-то, да. То есть, как-то ее прикрывать, носить маски. Ну, сейчас об этом очень много, да, или надевать некоторый антураж, облекать некоторым антуражем свои слова и так далее. В этом, конечно, очень сложно разобраться, но у нас действительно сейчас сложные коммуникации. И, слава богу, я знаю, что есть… Да, нужно же еще, наверное, скорее научиться ребенку распознавать, в каких отношениях стоит быть искренним, да. То есть, ему, как минимум, стоит знать, что есть близкие отношения, отношения близости, да, где вот это вот говорение о себе сопровождается и риском, и тревогой, ну, и сопровождается удивительными абсолютно чувствами, да, вот этого самого доверия. Но есть где-то моменты, где стоит выбирать какой-то другой язык. Конечно, в этом смысле, допустим, Форест Гамп, как символ такой правдивости определенной, да, сидящей на лавочке и любому незнакомому человеку, готовый рассказать все о себе и своим близким, готовый рассказать все, он воспринимается как, ну, какой-то такой эталонный человек. Вот, насколько это подходит людям, насколько это подходит детям. Просто пример сегодня и сегодня, и бывает так вот, как-то в терапии оказывается, что, ну, для кого-то обман, ложь и договаривание является частью вот такого, в большей степени или в меньшей степени, частью коммуникативных стратегий, я бы так сказал. — Я хочу вновь обратиться к нашим телезрителям, присоединяйтесь к разговору, может быть, у вас есть подростки в семьях и какая-то проблема для вас или какой-то вопрос является актуальным. Звоните, мы открыты для разговора, для обсуждения. — Я бы, может быть, Елена, даже так сказал. Мы с вами не столько сейчас конструируем разговор, сколько поддерживаем огонь в камине. Ждем телезрителей, чтобы они, может быть, начали какой-то разговор, который для них важен. Я вот именно так хочу переместить акценты, что, может быть, не нас стоит слушать. Мы в любой момент можем отложить собственный разговор и включиться в то, о чем, может быть, люди хотят поговорить, спросить и так далее. Ради этого передача существует, да. Потому что я не вижу, что мы тут каких-то истин будем открывать, какие-то, значит, новые вещи открывать. Вообще, я думаю, что, возвращаясь к тому, что информации так много, экспертных мнений так много, вообще в наше время сейчас некоторые специалисты называют временем эксперта. Да, то есть вот, ну, как бы эксперт – это ключевая фигура везде, в СМИ, в блогах. Я сегодня шел по диспансеру, и у меня там коридорчик такой узкий, и люди, когда ждут приема к врачу, они сидят друг напротив друга, смотрят, вот, ну, разговаривают о чем-то. И краем уха я слышу, один мужчина другого спрашивает, глядя на его кофту, говорит, у вас сломалась молния на кофте? Ну, видно, что он не застегнутый, он говорит, да. И сразу рядом сидит другой мужчина и говорит, вот, молнию заменить стоит 100 рублей. И вот это же интересная коммуникация, его никто об этом не спрашивал, нужна ли эта информация, не нужна. Хочет ли мужчина в кофте со сломанной молнией менять собачку, не хочет, вот. Но вот в какой-то степени экспертное мнение прозвучало, вот, я думаю, что его, если даже спросить, он скажет, где. То есть вот это вот, при всем том, что я понимаю, что он тоже хотел. Что это навязывание своего мнения, участие, забота, в какую категорию это отнести? Я думаю, что он хотел поучаствовать в разговоре, я думаю, что он хотел в эту компанию прийти с разговором. Но вот стратегия, с которой можно сейчас как будто, стратегия, с которой можно появиться в разговоре, это стратегия эксперта. А я знаю, что, да. Если ты ничего не знаешь, если ты не обременен какими-то знаниями, историями, нарративами, да, если тебе нечего рассказать, ты, тебя и как будто не существует в этом мире, да. И часть людей вообще мается, нафаршировывая себя сейчас книгами, фильмами, историческими какими-то фактами. То есть нужно укрепиться информационно, чтобы вот быть достойным человеком. Вот. Я думаю, что отчасти это тоже проблема такая своеобразная. Ну, действительно, сейчас время экспертов. Мне кажется, любой может назвать себя экспертом в какой-либо области. Ну, и называют так, опять, в тех же соцсетях и прочее. Как людям сориентироваться? Как выбрать и стоит ли вообще выбирать? Я думаю, что... Вы про экспертов? Про экспертов, да. Я думаю, что я бы немножко в другое развернулся. Я надеюсь, что наши зрители, мы с вами, наши коллеги будут продолжать становиться экспертами в тех вопросах, которые они выбрали, но и будут продолжать сохраняться людьми, оставаться. Потому что мы же, помните историю, в клуб мы ходили, психологов, да, когда одна из участниц рассказала о проблемах в коммуникации со своими детьми. То есть сам по себе выбранный термин предполагает, что придя домой, женщина не стала мамой, не перестала быть экспертом. Я процитирую, надеюсь, если она смотрит нашу передачу, простит меня за это. Ее запрос был в том, что я прихожу домой, и я не могу коммуницировать со своими детьми. Фраза была именно такой, поэтому и резанулась лучше. Мы как раз и задались вопросом, вроде, когда мама приходит с работы домой, ей бы пообщаться, поговорить, любить детей, но никак не коммуницировать. Но в этом ведь парадокс еще какой, Елена. Я думаю, что он такой, ведь человек, впитавший и вобравший, набравший психологических знаний, ведь он лучше должен быть опытней в коммуникации. Вопрос тогда о том, как этой женщине, как мне, например, как человеку, занимающемуся психологией и психотерапией, переложить все это на человеческий язык, и чтобы общаться с ребенком не с позиции, вот пришел психотерапевт и сейчас все разрулит. С одной стороны, инструментарием этим пользоваться, но при этом оставаться родителем, при этом оставаться отцом, при этом оставаться человеком. Вот такой вопрос. То есть не просто выбросить, не просто снять халат или голову эту убрать, другую поставить, которая дома ждет. Вот для меня такой вопрос. Сегодня мы сами темы какие-то варим, да, и поддерживаем огонь, как вы говорили. Про психологию и про эти знания, которые человек набирается и получает. Мы же знаем из практики, но, может быть, и вы подтвердите, но я о себе точно знаю. Когда набираешься этих знаний, их нужно, ну, время нужно на то, чтобы их переварить, и они стали выносимыми для твоих близких. По сути, надо переболеть вот этот какой-то первый этап, когда ты обременен этими знаниями, и тебе хочется их и применять, и ты начинаешь видеть процессы, как они происходят. Но в этот момент становишься невыносимым для своих близких. Ну да, это так. И действительно... Это к тому, что как оставить халат на работе и прийти домой. Ну, действительно, нам, я с интересом, я думаю, вы с интересом осваиваете что-то новое. Как при этом новым молотком не начать все забивать? Ну, это, да, отдельный вопрос. Я думаю, что люди это осваивают и получают обратную связь от своих близких в том числе. Да, мы сегодня скользим по многим вопросам. Я надеюсь, что наши телезрители... Ну, то есть я знаю, что телезрители смотрят, я знаю, что слушают, что-то берут. Такое тоже жаргонное словечко «брать». Ну, как можно взять информацию, да, услышать. Но при этом я тоже знаю, что так бывает, когда, ну, в какие-то периоды это определенное молчание, да, и приходится в таком режиме монолога существовать. Ну, может быть, что-то действительно поддерживать такой огонь. Вот, а потом возникают отклики, несогласия, диалог какой-то, вопросы. Ну, в общем, какие-то чувства. То есть вот, вот эта вот важность, наверное, ну, для меня это важность уловить момент, да, уловить момент, когда, вот, как эта общность, какой-то вот этот диалог, пусть даже человек молчит, но я понимаю или предполагаю, что меня понимают, да, и жду, когда человек сам заговорит. Наберется на смелости, сформулирует какие-то слова. Вот так вот. И мы с вами приняли решение не задавать заранее темы передачи, не анонсировать ее на телеканале Самара ГИС, а приходить, вот, как чистый лист, готовыми для любой, по сути, тематики. Но, тем не менее, нам приходится задавать какой-то тон и идеи обсуждать. Возвращаясь к компьютерным играм и к сидению детей в телефоне, в гаджетах, как вы считаете, вот, есть точка зрения, что ребенка с его компьютерными играми надо оставить, не сильно давить, но там ограничивать стараться, но он наиграется и потом повернется к миру, начнет интересоваться какими-то другими вещами. Или все-таки родителям надо это брать под контроль? И как вообще ограничивать ребенка в компьютерных играх? Тем более сейчас дистанционное обучение привело к тому, что дети играют в любое свободное от учебы время и вместо учебы. Это очень сложный вопрос для меня, хотя бы в силу того, что я тоже сейчас чувствую, что происходит вот эта вот смена, ну, чего хотите, парадигмы, точек зрения, взглядов. Ведь компьютер для детей перестал быть, и вы сейчас об этом сказали, местом для игры. Компьютер стал местом для учебы и гаджеты. Компьютер стал местом для заказа товаров, еды, ну, то есть он заменил походы в магазин. Ну, много чего, да, как транспорт приезжает. Он стал средством для обмена информацией, он стал средством для связи с родственниками, всякие скайпы и так далее. Он стал экспертом, задаешь вопросы в поисковой строке, как мне забить гвоздь, и там куча мастер-классов, как это сделать правильно. Поэтому ожидание родителей, что ребенок наиграется в компьютер и вернется в мир, мне кажется, что в какой-то степени несостоятельно, потому что часть мира уже стала в компьютере, и может быть для кого-то большая часть мира, более интересная, более познавательная, никуда не надо выходить и так далее. Что с этим делать? Я думаю, что единых рецептов нету. Это как вот, ну, новый какой-то мы континент открываем, и мы первопроходцы, мы, я имею в виду, все люди, все человечество сейчас. Вот новый континент, это цифровой, это виртуальный, пусть уже, там, не знаю, 30 лет, 20, 15 мы на этом континенте, но этого абсолютно мало. Мы абсолютно не знаем, что делать, мы не знаем, как разграничить. Единственное, я перейду к ответу, единственное, что мне видится, ну, помимо каких-то старых схем, где-то, естественно, маркировать какую-то, и не допускать просмотры, и, может быть, ругаться где-то, и где-то жестко ставить ограничения, да, по каким-то, по какому-то контенту. Я думаю, что высаживаться на этот континент приходится родителям вместе с детьми. То есть, ну, в буквальном смысле тоже осваивать это пространство, узнавать, что там привлекательное, обсуждать с детьми, что они увидели, в надежде, что дети тоже заинтересуются этим родительским континентом. Коротко к... Предлагать совместную деятельность какую-то, например. Да, коротко к вашему... У нас не так много времени, поэтому... Да, я коротко поэтому, да. К вашему вопросу о детях и родителях. Я знаю, что родители, ну, высказывают не жалобы, но некоторое сожалению, что дети их творчеством не интересуются. Родители пишут стихи, рисуют картины, снимают ролики. Ну, то есть, как-то тоже что-то производят, скажем так, нематериальное. Но детям сейчас это неинтересно, и родители это достаточно сильно задевают. Вот я написал стихотворение, вот я написал песню, вот я нарисовал картину, да. Они смотрят другие картины, а мою не смотрят. Почему? Вот сохраняется надежда, что родители когда-то развернутся и... То есть дети развернутся и увидят то, что родители делали. Делали. По сути, наверное, делали в том числе и для них, чтобы как-то этот мир для них создать, приготовить. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Смотрите нас в следующий вторник на телеканале Самары ГИС, 18.15 в прямом эфире. Звоните, присоединяйтесь. Спасибо, что сегодня вы были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok